Дождливая погода не помешала спортсменам установить пять новых рекордов стадиона Беломорец «Фокс-Звездочка». На его беговых дорожках 124 легкоатлета из Северодвинска, Архангельска и Онеги разыграли награды 8-го турнира памяти участника Олимпийских игр в Мельбурне Бориса Столярова. Репортаж Константина Мухина. Владимир Федорович Уваров. Сегодня, Владимир Федорович, юбилей. И мы напомним его про легендарную спортивную молодость. В присутствии вас, нового поколения легких атлетов, поздравим с юбилейной датой. Перед стартом соревнований начальник отдела физкультуры и спорта Северодвинска Владимир Ведлога поздравил Владимира Уварова с 65-летием. В непростые годы перестройки Владимир Федорович работал директором «Массол-строитель» и культивировал многие виды спорта, в том числе и легкую атлетику. На удивление очень много народу пришло. Школьники пришли, гости с Архангельска. Уже проведены забеги на 60 метров. В общем-то, показаны результаты неплохие. Ну и погода сегодня с милостью стала немножко потеплее, хотя идет дождик. Но я думаю, что результаты будут неплохие сегодня. Действительно, несмотря на занавес сезона, легкоатлетам удалось установить пять рекордов стадиона. Северодвинка Наталья Зайцева пробежала 60 метров за 8 секунд ровно, а на дистанции 1000 метров было установлено сразу три рекорда и все на счету легкоатлетов Архангельска. У юноши и девушек отличились Николай Чернов и Александра Скрипчук, а Андрей Шаф показал абсолютно лучший результат – 2 минуты 37,6 секунды. Еще одной рекордсменкой среди женщин стала Архангел-Огородка Дина Пахтусова. Причем на непрофильной для себя дистанции 3000 метров Дина пробежала за 11 минут и 4 секунды. Еще одно золото она завоевала на дистанции втрое короче. Впечатления по сезону? Как для вас сложилось лето и соревновательные? Сезон сложился очень хорошо. Две секунды не хватило до мастера спорта. В принципе, закончила сезон на чемпионате России тоже с неплохим результатом. Также двукратными победителями соревнований стали спринтеры из Северодвинска. Ученик 20-й школы Алексей Сажин показал очень высокие результаты на 60 и 300 метрах. На этих же дистанциях среди мужчин лучшим стал Александр Лопатин. Саша, поздравляю с победой и довольный результатом. Спасибо, но 60-й еще не слышал. В принципе, да, бежал очень хорошо. Особо нигде не бегал, принимал участие в соревнованиях. Недавно были, была микротравма. Сейчас все хорошо. Также отметим победы Северодвинок в коротком и длинном спринте среди женщин Алины Вишницкой и Анны Цветковой. Потомственный лыжник Роман Минин показал соперникам, что и на беговой дорожке он тоже хорош, победив на 3000 метров среди юношей. Золотую медаль у мужчин на этой же дистанции увез в столицу Поморья Игорь Постников. Такой компактный, уютный стадион. Тем более, когда темнеет, тут становится так уж совсем уютно. Люди мелькают быстро. На большом стадионе скорости кажутся не такими быстрыми, а тут как бы просто смотришь, люди будут даже намного быстрее внешне. Так что очень интересно, мне нравятся ваши соревнования. Буду рад участвовать в них и в следующем году, и через год, и через два. 23 и 24 сентября в столице Поморья состоится Кубок Архангельской области по легкой атлетике, который закроет летний сезон. Константин Мухин, Семен Самигулин. Время региона.